Всем привет! Многим из нас нравится корпусная фактурная живопись. Живопись в технике импаста. К сожалению, масляные краски недешевы и для многих художников работа в такой технике является достаточно дорогим удовольствием. Сегодня я хочу рассказать, как можно кардинально удешевить процесс данного вида живописи, в том числе такую ее разновидность как живопись мастихина. Для этого нам понадобится микрокальцит. Точнее нам нужна недорогая бесцветная паста на его основе, которая бы легко окрашивалась небольшим количеством обычных цветных красок, тем самым делая объемную корпусную живопись менее дорогостоящей. Микрокальцит или мраморная мука изготавливается из мрамора путем дробления и мельчайшего помола вплоть до 1 микрона. Микрокальцит это инертное вещество, устойчивое к ультрафиолетовому излучению. Это высококачественный минеральный наполнитель, который широко применяется в лакокрасочной промышленности. Он присутствует в качестве наполнителя во многих художественных масляных и не только масляных красках, в разных пропорциях для их удешевления, для экономии дорогостоящих цветных пигментов и придания краскам особых свойств. Микрокальцит совсем недорог, найти его нетрудно в интернете, им торгуют многие организации. Для наших целей нужен микрокальцит фракции от 2 до 10 микрон. Но, возможно, для некоторых декоративных целей может подойти достаточно крупный микрокальцит, например, фракции 50 микрон. Краски в таком случае по высыханию получатся матовыми. Еще нам понадобится немного пчелиного воска, лучше всего отбеленного. Обычный пчелиный воск можно самостоятельно отбелить на солнце, но это достаточно трудоемкий процесс и намного проще купить аптечный отбеленный воск, заказав его в интернете. Отбеленный воск, в отличие от обычного, не будет давать желтовато-коричневого оттенка нашей пасти, а это важно для ее смешивания с цветными светлыми красками. Воск необходим в составе для понижения текучести. Он является основной тексотропной добавкой для масляных красок. Натуральный воск придает краскам пастозность, окрасочному слу и эластичность. В масло рекомендуется выводить не более 5% воска. Без добавления воска краски будут текучими и в толстом слое могут просто сползти с картины под собственным весом. Итак, для приготовления одного литра связующего нам нужно отмерить 50 грамм воска, 50 грамм воска это приблизительно вот столько, около 50 миллилитров пенена или white spirit и около 90 миллилитров масла. В данном случае я использую обычное рафинированное подсолнечное масло. В отличие от линяного, краски, замешанные на подсолнечном масле, со временем не желтеют. В какой-нибудь пластиковой таре ставим отмеренное масло на несколько минут микроволновку. Микроволновка, как оказалось, прекрасно нагревает масло. Нам нужно нагреть его приблизительно до 70-80 градусов. Можно и больше, но нельзя доводить его до кипения. А пока греется масло, нужно в какой-либо металлической таре аккуратно расплавить воск. Думаю, это можно будет аккуратно сделать и на открытом огне. Воск плавится при температуре приблизительно в 70 градусов. Если вам не удалось достать отбеленно-гранулированный воск, то обычно пчелины нужно будет настругать ножом для более быстрого плавления. Когда у нас хорошо расплавился воск, нужно аккуратно, при постоянном помешивании, маленькими порциями вводить в него скипидар, пенен или же уайт-спирит. Скипидар здесь предпочтительный, так как он отлично растворяет лаки, которые впоследствии можно вводить в полученную смесь. В смеси с уайт-спиритом некоторые лаки сворачиваются, как бы зарезиниваются. Как пенен, он же скипидар, так и уайт-спирит являются хорошими разбавителями для воска. К сожалению, расплавить напрямую воск в горячем масле не получится. Точнее, расплавить воск в масле можно, но при остывании воск снова кристаллизируется в масле и тексотропных свойств ему не добавляет. Теперь нам нужно еще горячий расплавленный воск с разбавителем ввести в горячее масло. Это также нужно сделать аккуратно, не спеша, маленькими порциями при постоянном помешивании. И сразу после этого можно в еще не остывшее масло добавлять порошок микрокальцита. Порошок лучше добавлять небольшими порциями. Наполнительная паста для живописи нам нужна достаточно густая, и поэтому, если ее замешивать руками стало трудно, можно снова разогреть ведерко в микроволновке. В этом случае паста становится очень пластичной, и процесс перемешивания будет несложным. Для облегчения можно использовать какой-либо электроинструмент. В микрокальците обычно не бывает примесей и комочков. Он легко смачивается маслом. Маслоемкость микрокальцита невысокая. Приблизительно 20-30 грамм масла на 100 грамм порошка. То есть для достаточно большого количества пасты масла потребуется не так много. Также в еще горячую пасту можно ввести от 3 до 10% лака. Лучше акрилостирольного. Если эту пасту мы делаем на подсолнечном масле, то процент лака должен быть большим. Лака добавлять нужно тем больше, чем пастузнее вы собираетесь писать. Лак в таком случае будет являться секативом, ускорителем высыхания краски, как на поверхности, так и внутри слоев. После 15 минут работы у меня получилось почти 4 килограмма пасты. По стоимости компонентов на момент создания видео все это количество материала обошлось мне приблизительно 250 рублей, что совсем недорого. По остыванию до комнатной температуры у нас должна получиться достаточно густая, бледновато-бежевая наполнительная паста для масляных красок. По консистенции она должна напоминать достаточно густую глину и быть намного более плотной, чем сами масляные краски. В то же время паста должна поддаваться мастихину и жесткой кисти. После разбавления пастой масляными красками она становится достаточно пластичной. Если вы все сделали правильно, мраморная паста готова к работе. Микрокальцит в масле имеет очень низкую кроющую способность. В масле он почти прозрачен, так как имеет сходный показатель преломления, и соответственно он очень легко окрашивается небольшим количеством других цветных пигментов. Соответственно, для окрашивания достаточно большого количества мраморной пасты необходимо очень небольшое количество масляной краски. Ее количество зависит также от самой силы каждого вида масляных красок в отдельности. Например, кроющих кадмиев нужно достаточно мало, чтобы окрасить большое количество пасты. Более слабых и прозрачных красок нужно, соответственно, брать больше. Естественно, паста, окрашенная небольшим процентом цветных красок, будет не такой насыщенной, как краски в чистом виде, и кроющая сила такой краски будет меньше. Но при корпусном письме мазок даже совсем слабо концентрированной краски будет оставаться вполне укрывистым. В процентном отношении можно вводить цветные краски в мраморную пасту от 5 до 70% в зависимости от задачи и техники. На мраморной пасте можно впрок замесить определенное количество цветных красок, например, в 20% соотношении, завернуть их в целлофан для цветов, он не пропускает кислород и краски в нем почти не сохнут, а лучше в плотно закрывающуюся стеклянную тару. В таком случае это сэкономит нам время на замесах в момент самого живописного процесса. Что же касается белил, основной краски в живописи. Для работы в технике им паста или живописями стихийным можно ввести в пасту приблизительно 10% титановых белил и у нас получится достаточно чистая белая краска с еще нормальной укрывистостью для корпусного письма, но которое будет очень и очень легко окрашиваться другими цветными красками. В этом и будет выражаться весьма значительная экономия дорогих масляных красок, а теперь вы можете смело писать как Ван Гог и не задумываться о дороговизне подобного стиля живописи. Кстати, это также очень удобно в моменте обучения живописи, совсем не страшно ошибаться. Писать можно двумя способами, с использованием только слабо окрашенной белилами пасты, которая очень легко окрашивается цветными красками, а также держать на палитре и неокрашенную пасту для ее смешивания с цветными красками. Особенно это удобно при работе мастихином. Сохнуть такая корпусная живопись будет конечно же достаточно долго. Время высыхания будет зависеть от толщины мазка, от количества лака в масле, от самого вида масла подсолнечного или льняного и от процента цветных красок в пасте. Почти во всех современных масляных красках содержится небольшое количество секатива, которое также может повлиять на время высыхания нашей живописи. Например, вот эта опытная работа высохла у меня примерно через 10 дней, после чего я спокойно покрыл акриловым лаком. Масляная краска, замешанная на мраморной пасте, со временем усадки не дает, по крайней мере в мазках разумной толщины. Также нет сморщивания и каких-то трещин, если паста не разбавлялась очень жидко маслом. Впрочем, многолетних испытаний я не проводил, но думаю, сохранность такой живописи со временем будет вполне хорошей. Каких-то предпосылок к обратному я не вижу. Также на слабо окрашенном титановыми или цинковыми белилами микрокальците можно писать достаточно жидко, разбавляя его тройником. В таком случае живопись получится очень прозрачной и намного даже более прозрачной, чем живопись на цинковых белилах. Кстати, для удешевления объемной живописи можно использовать цветные сухие пигменты, в частности строительные неорганические пигменты для окрашивания бетонов, пластмасс, красок и прочего. Собственно, из подобных пигментов и делаются художественные краски. Эти пигменты совсем не трудно найти в интернете, стоят они также весьма недорого, единственное пигменты должны быть светостойкими. Отдельно из таких пигментов я бы выделил охру желтую. Это очень светосильный неорганический железнооксидный пигмент. Как правило, строительная охра встречается без комочков и из-за терифея на масле сведенного в него воском обязательно нужно вводить воск, у нас получится замечательная краска с красивым оттенком. Охра желтая и охра красная очень важны в живописи. Также микрокальцид можно использовать и для живописи акрилом. Пасту для акриловой живописи, соответственно, нужно замешать на акриловом лаке. Воду в эту смесь добавлять нежелательно, если собираетесь писать корпусно, так как по высыханию могут появляться трещины в красочном слое, в его толстых слоях, хотя как вариант текстурных спецэффектов это вполне допустимо. На чистом же лаке такого практически не происходит. Можно взять обычный строительный глянцевый лак для внутренних и наружных работ на водной основе, такие лаки продаются в обычных хозяйственных магазинах, стоят они относительно недорого. И уже через пару минут паста для объемной акриловой живописи готова, можно креативить. Полученная смесь легко окрашивается акриловыми красками или сухими цветными пигментами. Также эту пасту хорошо окрашивают недорогие, очень светостойкие пигменты для колировки красок вроде вот этих. Их также можно найти в строительных и хозяйственных магазинах. Вот кажется и все. Читайте описание под этим видео, возможно со временем будут какие-то дополнения по данной теме. И кстати, будете на моих занятиях по живописи, могу поделиться, например, тем же белым воском или уже готовой пастой, а также показать как собственно работать пастозно в технике импаста или же мастихином, поделюсь приемами данной техники, особенностями и всем прочим. Ну а на сегодня все, удачи!